Болеслав Прус. Фараон. Жене моей, Октавии Гловацкой, урожденной Трембинской, в знак глубокого уважения и привязанности посвящаю эту работу. Автор. Книга первая. Вступление. В северо-восточном углу Африки лежит Египет, родина древнейшей в мире цивилизации. За три, четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени, когда обитавшие в Средней Европе варварские племена еще носили звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был страной с высокоразвитым общественным устройством, страной, где процветали сельское хозяйство, ремесла и литература. Но больше всего Египет прославился грандиозными инженерными работами и колоссальными сооружениями, развалины которых вызывают удивление даже у современных техников. Египет — плодородная долина между двумя пустынями — Ливийской и Аравийской. Глубина ее несколько сот метров, длина — 130 миль, ширина едва достигает одной мили. Пологие склоны голых ливийских холмов по западную сторону этой долины и скалистые, изрытые трещинами от роги Аравийской возвышенности по восточную, образуют как бы коридор, на дне которого течет река Нил. По мере удаления к северу, стены коридора постепенно снижаются, а в 25 милях от Средиземного моря внезапно раздвигаются, и Нил, разбившись на несколько рукавов, выходит на широкую равнину, имеющую форму треугольника. Основанием этого треугольника, носящего название Дельты Нила, служит берег Средиземного моря, а вершиной — место выхода Нила из ущелья у города Каира и развалин древней столицы Мемфиса. Если бы кому-нибудь удалось подняться на 20 миль в воздух, он увидел бы всю страну в ее своеобразных очертаниях и чудесной смене красок. С этой высоты, на фоне белых и оранжевых песков, Египет казался бы змеей, которая энергичными зигзагообразными движениями пробирается сквозь пустыни к Средиземному морю и уже погрузила в него свою треугольную голову с двумя сверкающими глазами — левым Александрией и правым Домиеттой. В октябре, когда воды Нила заливают весь Египет, эта длинная змея принимает голубую окраску воды, а в феврале, когда пойма реки покрывается весенней растительностью, она бывает зеленой, с голубой полосой вдоль спины и множеством голубых жилок на голове — это пересекающие дельту каналы. В марте голубая полоса суживается, и кожа змеи сверкает на солнце золотом зреющих нив. В начале июня, в засуху и пыль, Нил кажется уже чуть заметной голубой чертой на теле змеи, покрытым словно траурным крепом серым налетом пыли. Главная особенность Египта — жаркий климат. В январе здесь бывает 10 градусов тепла, в августе — 27. Иногда жара доходит до 40 градусов, что соответствует температуре римской бани. Вблизи Средиземного моря над дельтой дождь выпадает не больше 10 раз в год, а в Верхнем Египте — один раз в 10 лет. При таких условиях Египет был бы не колыбелью цивилизации, а одним из тех пустынных ущелий, какими так богата пустыня Сахара, если бы воды священного Нила ежегодно не воскрешали страну. С конца июня до конца сентября Нил непрестанно прибывает и заливает почти весь Египет. С конца октября до мая следующего года весенние воды постепенно спадают, обнажая даже самые низкие места. Речная вода так насыщена здесь минеральными и органическими веществами, что принимает бурую окраску, и по мере спада на заливных землях осаждается плодородный ил, заменяющий самые полезные удобрения. Этот ил и жаркий климат дают возможность окруженному пустынями египтянину собирать три урожая в год, причем каждое зерно посева дает до 300 зерен урожая. Поверхность Египта не всюду равнинная, местами она холмистая, поэтому некоторых земель Египта разлив не достигает, и они пьют благословенную воду раз в 2-3 месяца, а отдельные земли не видят ее целый год. Кроме того, случаются годы, когда вода в реке почти не прибывает, и тогда страна не получает плодородного ила. Наконец, в знойное время, когда земля быстро сохнет, приходится поливать ее, как в вазонах. Все это привело к тому, что народ, населявший долину Нила, должен был либо погибнуть, если он был слаб, либо научиться регулировать воду, если он был гениальным. Древние египтяне, будучи народом гениальным, создали цивилизацию. Еще за шесть тысяч лет до нашей эры египтяне заметили, что уровень воды в Ниле поднимается, когда солнце восходит под звездою Сириус и начинает понижаться, когда оно приближается к созвездию весов. Это наблюдение побудило египтян заняться астрономией и ввести календарь. Чтобы сохранять воду круглый год, египтяне создали целую сеть каналов длиною в несколько тысяч миль, а чтобы предотвратить наводнение, воздвигали мощные плотины и строили водохранилища. Одно из них, искусственное Меридово озеро, занимало площадь в 300 квадратных километров при глубине в 12 ярусов. Кроме того, вдоль Нила и каналов сооружались простые, но очень выгодные гидравлические приспособления, с помощью которых можно было черпать плодородную воду и выливать ее на поля, лежащие на один-два яруса выше. Вдобавок ко всему, приходилось ежегодно очищать заплывшие илом каналы, чинить плотины и прокладывать высокорасположенные дороги для войск, совершавших походы в любое время года. Такие грандиозные работы требовали наряду со знанием основ астрономии, межевания и строительства превосходной организации. Все они, будь то укрепление плотины или очищение канала, производились одновременно на огромном пространстве и должны были быть выполнены к определенному сроку. Отсюда появилась необходимость создания рабочей армии, насчитывающей десятки тысяч человек, которая действовала бы согласно определенному плану и под руководством. Армии, которая должна была иметь множество маленьких и больших начальников, множество отрядов, выполняющих различные работы, направленные к одной цели. Армии, которая требовала, естественно, огромных запасов продовольствия, а также вспомогательных сил и средств. Египет сумел организовать такую армию рабочих, и ей обязан он своими бессмертными делами. Создали ее, по-видимому, жрецы, египетские мудрецы. И они же намечали планы ее работ, которые затем выполнялись по указам царей-фараонов. Благодаря этому египетский народ во времена своего величия представлял как бы единый организм, в котором жрецы были мыслью, фараон волей, народ телом, а повиновение цементом. Таким образом, сама природа Египта, требовавшая большого, непрестанного и упорного труда, определила основу общественной организации этой страны. Народ работал, фараон управлял, жрецы составляли планы. И пока эти три действующие силы единодушно стремились к целям, которые указывала им сама природа, до тех пор народ процветал и творил свои бессмертные дела. Добродушный, веселый и отнюдь не воинственный египетский народ делился на два класса – земледельцев и ремесленников. Часть земледельцев должно быть владела мелкими участками земли, большинство же арендовало земли фараона, жрецов и знати. Ремесленники, изготовлявшие одежду, мебель, утварь, посуду, работали независимо друг от друга. Те же, кто трудился на больших стройках, составляли как бы армию. Каждая отрасль, и прежде всего строительство, нуждалась в тягловой силе и орудиях. Кто-то должен был целый день черпать воду из каналов или доставлять камень из каменоломен на место строительства. Эти самые тяжелые механические работы и прежде всего в каменоломнях выполняли преступники, осужденные на каторгу или пленники. Коренные египтяне гордились медным цветом своей кожи и с пренебрежением относились к черным эфиопам, желтым семитам и белым европейцам. Цвет кожи, помогая отличать соотечественника от чужеземца, способствовал сохранению народного единства сильнее, нежели религия, которую можно принять, или язык, которому можно научиться. Однако с течением времени, когда государственное здание начало давать трещины, в страну все больше стали проникать чужеземцы. Они ослабляли спаянность народа, вносили раскол в общество и, в конце концов, наводнив страну, растворили в себе ее коренное население. Фараон правил государством с помощью постоянной армии и милиции или полиции, а также множество чиновников, из которых постепенно создалась родовая аристократия. Он именовался законодателем, верховным главнокомандующим, самым богатым землевладельцем, верховным судьей и жрецом и даже сыном богом. Фараон не только принимал божеские почести от народа и чиновников, но иногда сам воздвигал себе алтари и воскурял благовоние перед собственными изображениями. Рядом с фараонами, а нередко и над ними, стояли жрецы, сословия мудрецов, вершивших судьбами страны. В настоящее время трудно даже представить себе ту необыкновенную роль, какую играли в Египте жрецы. Они были наставниками молодых поколений, прорицателями, а следовательно советниками взрослых людей и судьями умерших, которым якобы их воля и знания обеспечивали вечную жизнь. Жрецы не только исполняли обряды при божествах и фараонах, но лечили больных в качестве врачей, руководили ходом общественных работ в качестве инженеров, влияли на политику в качестве астрологов и, главное, как люди, знающие свою страну и ее соседей. В истории Египта первостепенные значения имеют отношения, существовавшие между жреческим сословием и фараонами. Чаще всего фараон подчинялся воле жрецов, приносил богатые жертвы богам и строил храмы. Тогда он жил долго, имя его и изображения, увековеченные на памятниках, передавались из поколения в поколение, овеянные славой. Многие же фараоны царствовали недолго, а некоторые не оставили в памяти народа не только своих дел, но даже имен. Случалось также несколько раз, что династия фараонов прекращала свое существование, и Клав, шапка фараона, украшенная змеей, доставалась жрецу. Египет процветал, пока монолитный народ, энергичные цари и мудрые жрецы трудились вместе на общее благо. Но настало время, когда население Египта в результате войн значительно уменьшилось, непомерные труды, тяжелый гнет и лихаимство чиновников надломили его силы, а наплыв чужеземцев разрушил расовое единство. А когда к тому же проникшая в страну азиатская роскошь поглотила энергию фараонов и мудрость жрецов, и эти две силы начали между собою борьбу за монопольное ограбление народа, Египет подпал под власть чужеземцев, и тысячелетиями сиявший над Нилом свет цивилизации погас. Нижеследующая повесть относится к XI веку до Рождества Христова, когда пала XX династия и после сына солнца, вечно живущего Рамсеса XIII, насильственно завладел престолом и украсил чело свое уреем, изображением кобры, символом власти фараона, которая обычно помещалась на царской короне или диадеме. Вечно живущий сын солнца Сен-Амон Херихор, жрец храма Амона